МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кубинке, Ершово и в Успенском поселении. Суммарно мы будем в этот сезон готовы принять 102 тысячи кубометров снега. Уже треть запланированных противогололедных реагентов заготовлена. До 25 ноября подготовка к зиме в Одинцовском округе должна быть завершена полностью. Это касается не только материалов, но и дорожной техники. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания – обращения граждан. Одно из них касалось состояния Глазынинского пруда. Падение уровня воды в водоеме вызвало обеспокоенность местных жителей. На сегодняшний день силами МБУ все работы проведены по восстановлению этого шибера. За последние двое суток вода уже поднялась, по-моему, на 16 сантиметров. Мы ежедневно мониторим уровень воды, как он поднимается, как работает шибер в новом исполнении. Что такое шибер? Шибер – это заслонка, которая, по сути, сдерживает весь объем в пруду воды и держит на должном уровне. Вода в Глазынинском пруду после проведения работ поднимается на 6-10 сантиметров в сутки. В этом году водоем стал участником региональной программы по очистке. В будущем его включат в программу по благоустройству. О застройке речи не идет. Идей и близко нет, никаких что-либо там застраивать в районе даже прудом. Поэтому здесь, наверное, точку мы поставим. С 15 октября по 14 ноября в стране пройдет перепись населения. Гражданам предстоит ответить в свободной форме на 33 вопроса, разделенные на разные тематические блоки. Все сведения будут обезличены. Переписчики, которые будут ходить по квартирам, их легко будут узнать, они будут выделяться. Здесь на слайде видно, как у него будет и шарфер, и удостоверение, и жилет по портфелю, планшет. Таким образом, для того, чтобы было понятно, кто к вам заходит в квартиру, кто к вам стучится. Принять участие в переписи можно будет и самостоятельно через портал госуслуг в одном из отделений МФЦ или на переписном участке. Таких в Одинцовском округе откроется 97. Самое большое количество, конечно, в территории Одинцова, 45 переписных участков. Ну и дальше по территории, по каждой территории, как минимум один переписной участок там будет. И плюс отделение МФЦ, которое также у нас открыто на всех территориях. Переписные участки откроются в образовательных учреждениях, домах культуры, изданиях, территориальных управлений. Они уже прошли все необходимые проверки и готовы к работе. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.